всем привет вы тогда гайби и с вами екатерина продолжаем проходить нынседрю следующем по списке у нас идет призрак гостиницы как я ранее говорила в одном из реакций я ее ранее для себя пыталась пройти но я до конца не прошла вот так что давайте-ка присаживайтесь поудобнее будем сейчас проходить а перед тем как начать обязательно поставьте лайк новым видео и подпишитесь на мой канал да 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 знаете как хорошо что у меня два монитора потому что я очень хорошо вижу насколько картинка маленькая потому что у меня запад только экран это игра очень маленьком окошке такое к сожалению смогу показать что игра свернется и так далее ну все давайте начнем привет я нэнси дрю рада что вы решили принять участие в моем расследовании под названием призрак гостиницы для начала выберите уровень сложности если вы в первый раз играете в игру приключения щелкните кнопку обучения чтобы ознакомиться с особенностями игры но в принципе мы знаем как играть кстати это как раз таки одна из частей когда уже начались типа выбирать уровни сложности вот и обучение еще добавили принципе это хорошо ладно младший детектив как обычно дорогая привет из сан-франциско я остановилась в красивом викторианском особняке тебе бы понравилась комната в которой я живу здесь повсюду старинная китайская мебель и интересные безделушки владелица дома роуз грин подруга ханны попросила меня приехать и помочь с реставрационными работами к следующему месяцу она и ее подруга эбби планируют открыть в особняке гостиницу но насколько я поняла роуз уже не уверена что сможет успеть в срок во время ремонта здесь произошло несколько несчастных случаев может им просто не везет а может причина кроется в чем-то другом я постараюсь узнать ответ с любовью нэнси так мы сейчас гостиницы так что давайте-ка приступим к осмотру так что можно подойти может и куда идти титти только где там красная это была красная я я видела красная можно подойти нет да нет да нет ладно ладно закрыта агатный наш ключ от чемодана так что у нас тут происшествие почему их так много дом китайские старинные украшения кто есть кто а это наверное ее личный где она будет вести все свои размышления наверно да окей ладно так что тут еще есть вроде бы ничего такого нету ладно смотрим дальше тех добре когда перемещаю видите что немножко края лупы красный хотя вы наверно не увидите из-за очень пикселя вести картинки послушай дитя легенду мечты поймешь ее сначала и путь узнаешь ты когда 10 дочерей объединяться в мире когда откроется шкатулка с цифрой 4 когда глаз феникса ты сможешь взять когда птица огня будет видеть опять когда уснет луна на солнце взирая и владыка небес озарит мир играя цветные реки наберут свою силу и ты откроешь золотую жилу но это очередная загадка которую нужно решить тут получается выделены слова дитя сначала дочерей 4 глаз огня луна владыка реки и золотую тут конечно его и у меня тоже есть такое что я не могу не все слова понять что тут написано так что у нас здесь не открывается не открывается нам нужно что-то такое чтобы открыть ладно так что тут у нас наверно если мы нажмем ту кнопочку тут что-то откроется да скорее всего так ладно тут тут у нас будет денег это я точно помню так камин заботливые дочери заслужили золото 9 драконов это одна из этих фраз которые мы читаем на гобелине и вот этот символ до 10 дочерей объединяться в мире до 10 дочерей так тут конечно на всякий случай сфоткаю потому что они вроде бы должен должны пригодиться вот эти символы которые мы найдем так ладно так надеюсь на тебя ничего не надо дергать а то я плохо помню так что у нас здесь тут как будто бы что-то должно было быть может так подойти нет ладно ладно хорошо 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 тогда пойдемте тогда дальше что ли так и и я думаю я могу осмотреть 1 так ладно идемте так тут ремонтные работы но мы пошли на первый этаж тогда так допустим да тут еще нужно по экрану щелкать чтобы поворачивать потом в следующий игрок там можно просто навестись угол экрана и будет автоматически поворачиваться так ну-с с хозяйкой поговорим здравствуй нэнси я рада что ты приехала твоя помощь очень кстати потому что мы уже к сожалению выбиваемся из графика готова приступить к работе конечно у этого дома наверное богатая история вы что-нибудь о нем знаете почти ничего но эбби нашла старинные документы которые помогут лучше узнать историю особняка они в гостиной в подвале также есть бар так что вполне возможно что раньше в этом доме была гостиница или отель так что же можно выбрать бар это действительно необычный особняк кто был его первым владельцем почти все записи о старинных домах были уничтожены во время великого землетрясения поэтому нам известно не так много эбби считает что все происшествия в нашем доме как-то связаны с беспокойным духом или проклятием честно говоря я не верю в плохие предзнаменования но эти события происходят одно за другим может чарли недостаточно опытен для такой работы но я не найду другого работника который согласится на такую оплату иногда мне кажется что проще спалить этот дом дотла ну ладно хватит разговоров ханна говорила что ты очень хорошо справляешься с головоломками углу на полу есть паркетные дощечки которые нужно уложить в узор мы себе не смогли сложить их правильно прости что не виду тебя знакомиться со всеми здесь у каждого свое расписание и все приходят в дом в разное время сообщи мне когда справишься с головоломкой и еще раз спасибо за помощь на инфе заставили нас что-то делать ладно так поворачивать дощечки с помощью правой кнопки мыши окей ладно так так ладно допустим это не подходит на самом деле мне кажется нет не подойдет эти дети дети и так походу это будет надолго однако работу по сюда нужно поставить бо сейчас нормально вставилась так тут еще есть квадрат там еще есть треугольник подсвечивает наверное не подходит еще доведись боже мой как рука у меня терпится в этом и сложности если на больше что иногда подсвечивает а иногда нет о боже мой это самая адка что я либо делал вернее все делали кто играл так вот здесь нужно подумать наверно все таки вот так вот или сюда вот так вот так допустим ну-ка эти дети 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 я хочу идеально ну допустим я не знаю засчитать не засчитает далее так опять нужно приближаться натащить чуть-чуть вот чертов треугольник нужно чтобы все длины были Немножко пододвинуть нужно вот эту Да было идеально Стоять, стоять, стоять Боже мой Рука трясется Мучение подойдет седрю Попасть точь-точь, чтобы засчиталось Вот, спасибо Олыбу я Просто ура Ладно Давайте-ка я пройдусь По остальным локациям Может что-то подберу Потому что я очень плохо-плохо помню Вот здесь, когда мы спускаемся Тут у нас еще есть леса Можно... О, кстати, тут жар птицы Ладно Так У строительных лесов можно было что-то подобрать Я помню Так О, это мне нужно Ладно Хорошо Так, тут надо прокликать Ничего тут нету? Вроде бы ничего нету Так Что у нас здесь? Это гостиница Такая мелодия Ладно Что у нас тут? Список абонентов 18 июня 1894 Американская телефонная компания В принципе, ничего такого нам не дает Хотя, с другой стороны Возможно, и дает информацию Что у нас здесь? Юридическая компания Максвелл Мэцкер и Марс 49-й Телеграф Хилл Сан-Франциско, Калифорния 12 сентября 1906 год Адельберту Кене Эсквайеру Здравствуйте Мы рады сообщить вам Что ваше предложение О покупке аукционной собственности Которая находится На Калифорнии Стрит 4653 Было принято Деньги, уплаченные вами Были перечислены На благотворительные нужды Женского общества защиты Вдов и сирот С уважением Мэцкер Ладно Тут можно ли прощелкать? Допустим Там, кстати, скрипка лежит Но почему-то я не могу к ней подойти Скорее всего Нам и не нужна скрипка Ладно Допустим Так Ага А, точно Я спалю, зачем нам Нужен быть это Все, ладно Вопрос закрыт Или же Нужно взять Хорошо, что он здесь есть Ну ладно Будем знать Так Вот Тут у нас есть телефон Можно ли какие-то письма Почитать? Нет? А если ящики? Что это? Дорогой Хью У меня все хорошо Как ты? Слухи действительно правдивы И я увидела викторианский особняк Интересно, что мы вспомнили Что ты вспомнил о Бэбби? Ведь именно она и помогла мне с этой покупкой Сейчас мы восстанавливаем его Здесь все безумно интересно Но нам приходится много трудиться Чтобы привести дом в порядок Мы уже даже начинаем волноваться Что у нас просто не хватает денег Чтобы все закончить Недавно произошло несколько несчастных случаев Которые нарушили наши планы Ты можешь поселиться в китайской комнате Когда приедешь Мы только что купили новую мебель И поставим ее туда Как только высохнут обои Несмотря на все разрушения и ограниченные средства Я надеюсь, что ты сможешь вовремя закончить восстановительные работы И я постаралась открывать Отправить это письмо до того Так, а можно ли как-то До того чего? Можно ли как-то прориснуть? Потому что это как-то странно, но заканчивается До того? И что до того? Ну ладно Дорогая Рос Как дела? Ты давненько мне не писала Надеюсь, жизнь благосклонна к тебе Насколько я помню В прошлый раз ты обдумала Странную идею покупки викторианского особняка Ну, так как же Ты купила его? Неужели у тебя хватило денег? Или тебе кто-нибудь помог? Мне грустно представить Что у меня у самого нет особых новостей Даже рассказывать нечего Никаких значительных событий С одной пока не произошло Мне нужно завоевать славу и уважение Только после этого у меня будет о чем писать Как поживает твой кот? Как твоя подруга Эбби? В прошлый раз, когда мы разговаривали Она много говорила о золоте И о его великом Аук... 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 Что? А... Духовном предназначении Фу ты блин Возможно, я последую под твоему примеру И осуществлю какой-нибудь собственный проект Думаю, я мог бы приехать к тебе Потому что у меня накопилось немного денег Может быть, по пути к тебе Меня отсенит какая-нибудь великолепная идея А если ты в самом деле купил особняк То я просто обязан приехать И увидеть его Я изучаю китайский язык И хочу ездить в Пекин Съездить Моя подруга написала стихотворение на китайском И прислала мне Я очень хотел бы съездить туда Что ж Я слишком много пишу Мне пора идти Надеюсь, что ты скоро напишешь мне Искренне твой Хью Страдендер Страдендер О боже мой Я так медленно читала Потому что действительно Я куай как разобрала почек При пикселяности в этом Ладно Ну мы поняли то, что С кем мы сейчас разговаривали Она в принципе Как-то заполучила дом С помощью Хью И И как-то я поняла Тут последние события Были такие Что происходили несчастные случаи То риса Подли То кто-то поранился И так далее Так Что у нас тут Цветочки Акатемила Так Что у нас здесь Подземелья Сан-Франциско Исследуйте тайный мир Всесуществующий под городом Лантерспресс Исследовал лабиринты Немногим известен Удивительный подземный мир Сан-Франциско Бесстрашно исследовать Городских подземелья Там ожидаются Тысячи удивительных И нераскрытых тайн За 20 лет Городских исследований Я обнаружу Старые шахты Запрошенные туннели Тайные помещения И множество Древних колодцев И водоемов Нужно быть Очень осторожен Во время исследований Так как риск Несчастных случаев Очень велик Хороший фарик Карты подземных строений И защитный шлем Просто необходимы здесь За 400-летнюю историю Сан-Франциско Пережил много изменений Постоянные строительства Разрушения И восстановления Стали своеобразным Рекордом В истории Развития городов Многие из Так, а почему я не могу Пролистать? Это очень странно Это так задумывала Надеюсь, что да Потому что Если нет То это очень плохо То там не могла Дочитать То тут не могла Дочитать Очень странно Так, что тут у нас И вроде бы Ничегошеньки Нет Ладно А вот это жутко было Хотели напугать Нет Вы нас не испугали Тут еще что-то есть Так Ладно Ну там почему-то Понятия не имею Кто это Может я прослушала Да, я иногда Бывает, что прослушиваю Хотя я очень Серьезно Отношусь К разным вещам Эмили слушает Привет, Эмили Это Нэнси Нэнси Дрю Как давно я тебя не слышала Как там поживает Ханна Только не говори мне Что ты сейчас в Сан-Франциско Вообще-то я в самом деле В Сан-Франциско Я помогаю Роуз Грин Подруге Ханны Реставрировать особняк Она хочет открыть В нем гостиницу Кажется, сейчас это становится модным Ставлю что угодно, что ты остановилась в Хайтэшбери Вот этого я не знаю Особняк находится по адресу Калифорния-стрит, 46-53 Знаешь, тебе повезло, что я сейчас дома В последнее время приходится много путешествовать Но после той сумасшедшей поездки в Египет Редактор дал мне задание изучить наш город Моя тема — драконы Сан-Франциско Что интересного было в Египте? Ну ты знаешь, все как обычно Пирамиды, восточные базары, сфинкс А как у тебя дела, Нэнси? Ну как сказать Приехали что-то делать Ты не могла бы рассказать о китайской системе письма? Недавно мне здесь попались иероглифы Это неудивительно Китайская культура играла важную роль в истории Сан-Франциско В течение сотни лет Китайские иероглифы, в отличие от букв нашего алфавита Представляют собой объекты, идеи или действия Их можно найти практически везде На коробках, картинах, даже на визитных карточках Я нашла старые документы в доме И страницу телефонного справочника 1894 года Оу, кажется это что-то действительно ценное Очень трудно найти подобные документы, написанные до 1906 года Мне нужно идти До свидания, Эмили Звони в любое время Мне кажется, ей нужно часто звонить Потому что старые игры Всякое такое Так, можно домой позвонить А можно Бесс еще Ну по идее, вместе с Бесс еще и Джесс есть Поэтому давайте-ка им позвоним А они обычно подсказки еще это говорят 5, 5, 5 4, 4 6, 8 Самое удивительное то, что номера Который вот, например, вот этот Он в следующих сериях такой же будет Вроде как Алло Привет, Бесс, это Нэнси Привет, Нэнси Джесс тоже здесь Сейчас я передам ей трубку Нэнси Привет, Джесс Как дела? Я в Сан-Франциско Помогаю подруге Ханны Восстановить старинный викторианский особняк Она хочет сделать из него гостиницу К сожалению, здесь иногда случаются странные происшествия Поэтому открытие приходится откладывать Вот это да Кажется, тебе предстоит провести настоящее расследование Ты уже всех опросила? Еще нет, но я обязательно это сделаю А как у вас дела? У Джесс дома сейчас ремонт Поэтому она живет у меня Но у нас все пока проходит без происшествий Ну конечно, если не считать, что ты пролила содовую на мой ковер Но я нечаянно извини Расскажи нам что-нибудь еще Тебе известна история этого особняка? Можно даже подсказки спрашивать Вы не могли бы дать мне подсказку? Мы бы с радостью помогли Но я уверена, что разобраться во всем самой будет гораздо интереснее Ты уже со всеми познакомилась? Узнай, есть ли у Роуз какая-нибудь информация о тех, кто работает в особняке Может быть, у нее есть их расписание? Мне пора идти Еще увидимся Пока, Нэнси Пока Я, конечно, хотела поначалу сказать по поводу того, что Хороший совет По идее, ты сама должна узнать Это намного интереснее Спасибо Так 3 5 5 5 5 Если что, я домой звоню 3 7 3 9 Это дом семьи Дрю Я вас слушаю Привет, Ханна Нэнси Как ты там? Как Роуз? Все отлично Спасибо, что ты попросила Роуз пригласить меня сюда У нее очень красивый особняк Как хорошо, что ты там Но меня беспокоит то, что происходит в этом доме Так много странных происшествий А что Роуз о них рассказала? Роуз не хочет рассказывать подробности Но я думаю, что дела у них идут все хуже и хуже Поэтому-то я и попросила тебя съездить к ней Может быть, ты поймешь, что там происходит? Ты думаешь, что за последними событиями в особняке стоит нечто большее? Я не знаю Роуз очень хочет управиться в срок и открыть свою гостиницу Но я боюсь, что от такого напряжения у нее могут сдать нервы Мне кажется, особняк стоил целое состояние Роуз отдала за этот дом все свои сбережения Если дело прогорит, она уже не сможет вернуть эти деньги Ну ладно Тебе нужно возвращаться к работе Спасибо, что позвонила мне Я знаю, что тебе не стоит об этом напоминать Но, пожалуйста, будь внимательна ко всему, что кажется тебе необычным До свидания, дорогая Так, ладненько Давайте-ка сразу сохранимся На всякий случай Потому что я не знаю, как ведут себя сейчас Игры по Нинсидору Так Так, я сохранила? Ладненько А, можно вот так вот И... А так? Ага, только английскую раскладку будет принимать, прикиньте Тут, ладно Так, наводится И все нормально сохраняется А до этого Вообще не попадешь на кнопку сохранения или загрузки Так, ладно Давайте-ка продолжим осмотр Так, мы, в принципе, все тут смотрели Мы Пучаться вошли Откуда? Ааа Еще один кабинет Ааа Это, наверное, как раз-таки Для фью кабинет, да? Что тут у нас? Во, это то, что мы видели на полу В этом Перед тем, как зайти сюда Также известна огненная птица Это огромная птица Встречается в легендах многих народов В том числе китайцев, арабов и американских индейцев Каждые 500 лет Эта птица строит больше Большое гнездо И сжигает себя Чтобы потом вновь возродиться из пепла А, то есть это для них Это феникс, да? Просто для В нашем Это Как сказать Жар птица Мефические создания чудеса из прошлого Огненная птица Эдмунд Дюлок Так Можно что-нибудь еще прощелкать На самом деле Нет Нет И слава богу Так Что тут у нас еще есть? Ничего Так Мы нашли какую-то плитку А Точно Мы тут отодвигали Ладно Так Смотрим дальше История создания фортепиано О, я что-то припоминаю Так То есть Доры и мифасоли Си По миру до Ладно Это нам пригодится Потому что я пою Что фортепиано Вроде как В подвале находится Так Когда откроется шкатулка С цифрой 4 Так Надо зафоткать Угу Все Ладненько Идемте-ка дальше Так Легенда Сан-Франциско Наиболее Вызающиеся Личности города Так Эпплгейт Лиззи Лиззи Эпплгейт внесла значительный вклад В развитие литературы и искусства Она была талантливой Открыт Талантливой Извести Актрисой и певицей Карьера которой Началась С выступлений Перед рабочими На золотых Приисках В 1880 году Лиззи написала Пьесу Закроши бандита В которой И сыграла Наряду Наряду с такими актерами Как Норма Дентфин Леонора Скост И Пэм Дорей За пьесы И след Последовали Такие известные Предведения Как Загадка В китайской Шкатулке Глаз Феникса И Радужное Золото Скорее всего Нам тут еще Тоже подсказывают Что где искать Ладно Так На глобусе Ничего нету Так Что тут у нас Ааа Ааа Это сюда Оставлять Но нам нужно Еще два фрагмента И нужно как-то Правильно Расположить Так Ладно Так Что тут у нас Теория музыки Ага Теория музыки Нотный стан Состоит из пяти Параллельных Ильиней Это уже я знаю Музыкальный нот Имеет Понятно В начале Нотного стана Так Скрипичный ключ Басовый ключ Я кстати Только в основном Видела Скрипичный ключ Особенно Когда я делала На На Кружок По игре На гитаре А вот Басовый ключ Я никогда Не видела И вопрос Для чего Он используется В каких случаях Разновидность Ключа Будет зависеть От того На каком Стримете Вы играете Вот напишите В комментариях Вот басовый ключ Он где Применяется Заранее Спасибо Это наверное Что-то вроде Контрабаса Да Так Тут ничего Нету Ладно Пройдем Сюда Шахматы Ой Я не Умею Играть Шахматы Спасибо Окей Так Ладно Ящики Документы Так Тут нужно Найти Логин И пароль Чтобы можно Было Посмотреть А хотя Стоп Лабиринт А Можно Так Типа Типа Нужно Выбираться Из Лабиринта Так А мы Можем Поворачивать Так Блин Мне напоминают Корроры Сидите Так Так Давайте Так Пойдем Так Здесь закрыто Нам нужно Что-то найти И открыть Скорее всего Так и есть Так Мини Игры В игре Это Плюс Так Вот Куда Нам Ити Так Нам Скорее Сего Знаете Куда Наверное Сюда Что У нас Здесь Понять бы Что Нужно Здесь Сделать Зачем Мы Сюда Вообще Пришли Ой Лицо Там Сюда Или Не Сюда Блин Я даже Сомневаюсь Куда Ити Так А сюда Мы Выходим Куда Мне кажется Нужно Заново Потом Начинать Так Походу Я вернулась Обратно Вам не Кажется Я надеюсь Не заблудилась Как понять Где Есть Карта А Если Найду Так Не Сюда Понятно Слава Богу Тут Можно Стрелками Ходить Это Прям Облегчает Работу Так Это Самое Долго Что Тут Может Быть Для Кого То Это Будет Сущим Наказанием Однако Даже Слишком А Я тут Была Да Да Я тут Была Я Что Круг Сделала Или Нет Скорее Сего Я не Туда Пошла Сейчас Вернемся Обратно Ну Я помню Я Как-то Прошла Этот Лабиринт Но Блин Так Возвращаемся Обратно Блин Главное Не застрять В игре Внутри Игры А то Будет Хойлом Как же Бесет Когда Не знаешь Куда Идти Когда Не дают Нам Картинку Ля 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 Так Хорошие Игры Утоматы Угу Может Сюда Так Я что-то Включила А что Я включила А Я даже До финиша Прошла Во Окей Файлы Сан-Франциско 1888 Гостин Сиан-Палас Четвертая Улица Помодора Помодора 1108 Крисловой Золотая Гордения Вот Золотую Гордения Я Видела Где-то 4650 Калифорний Стрит И Илпалас 1180 Гудзо Авеню Угу Так Запоминающий Устрой Служебный Вход Компьютер Техобслуживание Дипломат Потайная Комната Потайная Комната Огнеуборный Ящик Офис Охрана Ага Надо Сфоткать Однако Это Мне Пригодится Погодите Погодите Это Прям Полезная Мне Кажется Вещь Так Здесь Фоткала Да На этот Расфоткала Ой Извините Макроне Хотела Сказать Микрофон Случайно Задело Если Было Очень Громко Так Нет Доступа Нет Доступа Нет Доступа А в корзине Есть Нет Доступа Понятно Окей Так Ладно Что-то у нас там По времени Надеюсь я успею Я просто Отходила Надеюсь я Успею Как-то Поговорить С кем-нибудь Например Там В подвале Там Кто-то есть Звонят Нам звонят Ну и шутники Вы Однако Так Ладно Да господи Я иду Вперед Так Идемте Но на самом деле Я Поначалу Побаивалась Когда Вот такие были Приколюхи Там Типа Искаженные Звуки О Привет Привет Меня зовут Чарли Приятно Познакомиться У Эбби и Роуз Так много дел По реставрации Дома Да Викторианские Особняки Требуют Много труда Но я не боюсь Тяжелой работы Скоро там Будет как новый Как ты думаешь Гостиница может Открыться вовремя Несмотря на Странные происшествия Ну да Теперь Когда ты здесь Конечно Кажется Ты в этом Не совсем уверен Нет Я То есть Я знаю Что Роуз Это беспокоит Но во всех Крупных проектах Рано или поздно Что-нибудь Выходит из-под контроля Всякое бывает Конечно Но почему Этих случаев Так много Понятия не имею Многие во всем Обвиняют меня Но это неправда Я знаю Что делаю И знаю Как делать Свою работу Слушай Длинная река Цветные реки Наберут свою силу Ага Еще нашли Символ Окей Уже Уже третий Так Так Мне кажется Он инструменты Не одолжит Когда он здесь Рассвет гостиничного бизнеса Сегодня Доступность проживания В гостиницах Так Водерик Наберутся Торрозен Владелец гостиницы Старинный замок Похоже Что каждый владелец Особняков Викторианских времен Старается превратить его в гостиницу Многие владельцы гостиниц тратят значительные суммы на украшения особняков и улучшения обслуживания, чтобы привлечь клиентов. Джен Кристом, владельца гостиницы «Ночные тени», предлагает своим клиентам таистственный обед. Сейчас модно и выгодно отличаться от других оригинальными идеями, говорит Дженни. Если у гостиницы есть интересное историческое прошлое или своя легенда, она становится очень популярной. Гостиничный бизнес. Сейчас прям борьба идёт. То есть есть подозрение то, что на фоне того, что везде гостиницы, тут начинают конкуренты, типа, бороться безалкогольные напитки. С возраильных приготовлений. Это, видимо, ничего-то нам понадобится потом. Ладно. Так. Нужно подождать, пока оно идёт. Ладно, тогда пока что пойдём наверх. Мы, наверное, ещё не договорились с Роуд. И вроде в Бассиджес нам намекали то, что у Роуд что-то есть, что-то вроде расписания. Получается собрать паркет на полу? Да, я всё сделала. Отлично. Я хотела бы, чтобы ты сделала кое-что ещё. Я установила лестницу наверху, чтобы ты соскоблила плитку. Но сначала придётся найти подходящий инструмент для этой работы. Мы нашли. Думаю, у Чарли много таких инструментов. Где Эбби нашла бумаги, которые лежат в гостиной? Она сказала, что бумаги были в её комнате. Правда, когда мы въехали, она была абсолютно пуста. А вот комната, в которой остановилась ты, была заставлена старинной мебелью. Наверное, и она осталась от первого владельца. Как вы нашли Чарли? Его появление было довольно странным. Мы с Эбби как-то были в подвале и говорили о том, чтобы нанять помощника. Вдруг через 20 минут в дверь позвонили. Это и был Чарли, который как раз искал работу. Вы слышали о Лизе Эпплгейт? Кажется, нет. Чей ноутбук стоит в библиотеке? Луис оставляет его здесь. Правда, в последнее время у него какая-то проблема с вирусами. Окей. Угу, с вирусами в виде лабиринтов. Угу. Ну, не буду больше мешать. Увидимся. Так, наверное, мы можем ещё вот здесь посмотреть, потому что я не всё осмотрела. Так, это тут ничего такого нету. Во. Во от расписания. Луис с полудня до пяти часов вечера будет. То есть, это скоро. Ну да, очень скоро. Чарли до пяти вечера работает. Эбби с трёх до шести нет дома. А Эбби это кто? Я чё-то не припомню. Ладно, есть и Роуз, но Эбби. Так, что у нас тут? Страхование на случай пожара азиатская страховая компания. Роуз Грин, Калифорния Стрит, Сан-Франциско, Калифорния. Уважаемая госпожа Грин. Хэн Олери. Хэн Олери. Ладно. Прям намекают на всё, намекают. Ладно. А, я вспомню, кто это наверху чокнутая. Хэн Олери. Хэн Олери. Так, назовём. Так, ладно. Давай-ка ещё раз смотримся и, наверное, сейчас покатить-ка. Новые американские гостиницы, ежемесячный журнал. Ага. Ой. Так, разведствие вегетарианского стиля приходится на конец 17-го, начало 18-го века в Англии. Однако, он становится популярным во всём мире, независимо от политики и культуры общества. На протяжении долгого времени он пользуется стабильность спросом у людей с изысканным фускусом. Вегетарианский стиль предпочитают свидетели старых традиций, стабильности и качества. Говоря о вегетарианском стиле, мы сразу представляем обширное помещение с тёмными дубовыми панелями, строгую лепнину на потолке, полосатые оболи на стенах, в угол камин с горящими углями, массивный дубовый стол с часами времён королевы Анны. Угу. Понятно. Хорошо. Так, ладно. Как там выйти? Да как там выйти? А, вот так вот выйти. Ох, кое-как вышло. Ну, ладненько, давайте-ка на этом остановимся. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ссылку в описании под видео. На все видеоскорды ссылку в описании под видео. И, конечно, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!